Меняются и время и мечты Меняются как время представления Изменчивое улитное вдохновение И новый образ снова видишь ты Во всём и всюду новые черты Но для надежды нет осуществления Бежит вперёд её преображение Меняя полностью знакомые черты Уйдёт заплёт, придёт покрас и холод И вдруг сам Йола станет светом новым Но есть закон, давнишний образ тлен И нет образа, что цикл уничтожит преображение Но я знаю, может, что Йола не поэт, а члё Ну всё, допрыгалась Я вызываю судью Дред Личное дело подозреваемой по делу номер 666 Имя Блинлин Возраст чуть больше, чем ожидалось Сфера деятельности Предводитель каникаловного синдиката Обвинение Тотальный отказ от ухода за Дреда Кудрями Возведение данного преступления В идеологии семьи Коза Дредостро Неоднократное нарушение всех частей статистов 59 Священного Брейдерского кодекса Со множественными отягчающими обстоятельствами Преамбула Подозреваемая Блинлин Неоднократно появлялась в масс-меде В неухоженных Дредах В состоянии близкому к плачевному Плачевно или нет Но я пустил с кубохами чудную слезу По данному деянию В рамках преступного сговора С целью очернения Брейдерской чести Было создано и применено Орудие преступного деяния Под кодовым названием Бразильский кринж И вот я уже первую неделю проходила с Дредами Уже их один раз помыла И в данный момент они выглядят вот так Важная ремарка Я за ними не ухаживаю В том плане, что Весь мой уход за кудрями Это собрать косичку на ночь То есть я их особо руками не разделяю Вот максимум Моим кудряшкам уже две недели Они пережили поездку в другой город Я все еще не разбираю их руками И все еще никак не прячу от погодных условий Они чуть-чуть вздрагились Но смотрятся все еще шикарно На самом деле я уже носила комплект С таким же зубитком, только рыжий И от другого производителя И они просто превращаются В такие фактурные дредики Если совсем с ними ничего не делать И вот дредам уже третья неделя Кудрям Хотя, ладно, сейчас они уже больше похожи на дреда Потому что их все еще никто не разделял Ну, я хотя бы их молю и собираю на ночь косичку Это уже успех Так давайте сделаем месячный таймлапс того Как меняются волосы у Лины Мама Вообще-то твои волосы менялись бы иначе Если бы ты за ними правильно поухаживала И так сойдет И так сойдет Ходят сапсаны на перрон Московского вокзала Тамбовский хомяк устроит тебе допрос Эээ, ладно Протокол допроса ленивой попки Лины Что не ухаживает за самими волосами Номер дела 999 А чего не 666? Этот номер уже занят другим зверем. Итак, объясните мне, какого хрена, Лина? Не, ну а чё? Как чё? Как вообще с этим жить? Я могу рассказать. Итак, Лина, вопрос номер один. Нужно ли расчесывать эти дреды? Это дреда-кудри. Их расчесывать не нужно. Единственное, что если вы хотите, чтобы они выглядели аккуратно и красиво в течение всего срока носки, их нужно вот так вот попрядно разбирать руками. И всё. И на ночь нужно собирать косичку. Итак, вопрос номер два для протокола. Сколько можно носить эти дреды? Товарищ хомяк, я это уже объясняла в нескольких видео. Сержант Йола, несите аргумент. Умственно отсталый теперь уже рядовой Йола. Несите весомый аргумент. Окей, окей, убери свои аргументы от меня. Срок носки комплекта дреда-кудрей абсолютно такой же, как у любой афро-прически Йола. И надо было мне ради этого банана в лицо тыкать. Скажи спасибо, что это только банан. В общем-то, носить их можно полтора-два месяца. Оптимальный срок носки, конечно, полтора. Моим в данный момент уже месяц, и они выглядят вот так. Комплекты многоразовые. Следовательно, эти комплекты поддаются коррекции. И их можно вплетать, ну, где-то 3-4 раза один комплект. Вопрос номер 3. А как их мыть? Серьезно? Ну вот только ты бы спрашивал. А для вас я расскажу. Нужно это. Кадет Йола, как она пронесла в допрос ту опасный химикат? Как непорядок? Захлопнись. Чтобы грамотно помыть дреды кудри, на самом деле они моются абсолютно даже, как любые афропричёски. Мы берём губку для мытья посуды и тот шампунь, к которому привыкла ваша кожа головы. Марочку мы потом забьюрим. Они нам за рекламу не заплатили. Ну, собственно, добавляем шампунь на губку, вспениваем и промываем по проборам. То есть разделяем на вот такие вот проборы. И главное, очень-очень тщательно смываем водичкой. Вопрос номер четыре. Вопрос номер четыре. Насколько они сохнут, наверное, целую вечность? На самом деле это в целом популярное заблуждение, но кудри сделаны из каниколона. Каниколон влагу не впитывает, поэтому после мытья вам достаточно радостно завернуться в полотенчико минут на 15-20. Сами кудряшки будут сухие. Остается сделать только дождаться, когда корни просохнут. Я засушу тебя феном. Колись, колись. К вопросу о сушке феном. Можно ли, а про прическу вообще сушить феном? Можно. Главное это делать на прохладном воздухе. Дреда кудри от этого путаются ничуть не сильнее обычного. И, собственно, никаких проблем это не вызывает. Это имеет смысл только если у вас длинные волосы, которые реально долго просыхают. Когда ты меня уже отпустил? А че это? На море торопишься? Не-не-не, допрос должен быть завершен. Кстати, о море. Очень часто люди спрашивают о том, можно ли со всем вот этим купаться в соленой воде. Можно. Для удобства, чтобы это все не намокало, можно собирать пучок. Ну, либо если вы любите понырять, спокойненько ныряете, а потом вечером просто смываете соль с кожи головы. Главная задача в том, чтобы именно промыть кожу от соли. Чтобы не было никаких химических реакций, ожогов и прочего. А плавать с кудрями абсолютно можно, это даже удобно. Протокол допроса номер 999 завершен. Лина, вы можете быть свободны. А вы подписывайтесь на канал, напишите, какие еще у вас остались вопросы касательно дредд, кудрей, вообще любых афропричесок. И в следующем видео мы обязательно на них ответим. Подпишитесь на наши соцсети. И, кстати, я все еще заплетаю, поэтому вы можете попасть ко мне на запись. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok